всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и в сегодняшнем видео я бы хотела поделиться с вами своим отзывом о линейке средств от марки виши это линейка которая предназначена для ухода за инстанченными и релеющими волосами также я хочу сразу же сказать что я не сотрудничаю с маркой виши и сайтом фарма косметика в том числе я являюсь просто постоянным покупателем на сайте фарма косметику очень люблю этот сайт как и некоторые из вас вы сами мне об этом писали я заказываю там в различные средства по уходу за волосами и за лицом и очень довольна этим сайтом я думаю мой обзор будет достаточно те честным тем более стоит все эти продукты я приобрела за свои собственные деньги никто мне ничего не посылал но давайте уже на перейдем к продуктам о которых я вам хочу сегодня рассказать значит как я уже сказала эти средства предназначены для истонченных и редеющих волос если у вас не такие то эти средства вам никаким образом не помогут то есть больше чем дала нам природа волос не станет как бы мы ни старались к сожалению вот но если у вас волосы поврежденные или истонченные из-за постоянных окрашиваний или каких-либо манипуляций там укладок и тому подобное то я думаю вам будет очень интересно вообще прежде чем заказать эти средства я читал очень много отзывов и не только на сайте фарма косметика и не только на тех сайтах где продаются а вообще на различных сайтах и коммент как-то так он по-моему называется и многие многие другие и вообще кстати очень много изучала прежде чем их приобрести потому что в подобные средства которые там восстанавливают густоту волос или увеличивают густоту волос я не особо верю потому что я много пробовала правда из бюджетных достаточно марок различные средства в основном это какие-то спреи для кожи головы и ну чтобы я увидела какой-то эффект но честно признаюсь нет но давайте я для начала вам расскажу об этих средствах первое чем я хочу рассказать это шампунь и бальзам потому что они ну как бы в комплексе идут и кстати по отзывам я читала что те кто приобретал только шампунь и вообще никакого эффекта нет и соответственно те кто приобретал только бальзам тоже эффекта нет я так понимаю что они работают именно вместе эти средства предназначены для того чтобы укреплять и уплотнять волос увеличивать визуально объем волос то есть даже не объем а массу волос а также возвращает здоровый вид там даже на сайте фарма косметика кстати внизу в описании приведены какие-то исследования которые делала данная марка с этими шампунями и что очень много положительных отзывов в том что действительно увеличилась густота волос и воля не более не знаю объемными их стало как будто бы больше в общем кому интересная ссылки на все продукты которые сегодня вам рассказываю я оставлю внизу в инфобокте так что переходите смотрите там там же можете почитать эту информацию мы наверное что меня зацепило я туда же себе выписала название это два активных компонента которые содержатся в шампуне и бальзаме это ромноза и филоксан наверное правильно я называю общественные на самом деле не дружу и вообще для меня все это очень сложно значит ромнозы я туда же себе вычитала это полисахарид я не знаю какого он происхождения натурального или нет я честно когда начала углубляться и читать я поняла что нет я не это больше чем я могу выдержать и я ничего не понимаю с того что написано значит функция ромноза в косметике она имеет омолаживающее противовоспалительное смягчающие и увлажняющую функцию филоксан это филлер для волос по-другому и он содержится и в шампуне и бальзаме то есть вот этот филоксан а насколько я поняла из того что я прочитала он при контакте с водой становится более плотным и хорошо проникает в волос делая его то есть я так поняла поврежденные какие-то участки он проникает и заполняет то есть получается некий филлер для волос и есть даже именно вот средства какие-то салонные которые содержат вот этот филоксан которые дают восстанавливающие действия на волосах но можно как-то так все это описать из того что я прочитал то есть вот этот филоксан он действует на плотность и диаметр волоса и содержится он и в шампуне и в бальзаме бальзам этот нужно носить на кожу головы в том числе и для меня это на самом деле было странным когда я прочитала потому что я боялась что из-за того что я буду носить на корни волос на кожу головы у меня будет очень быстро пачкаться волосы но такого нет девочки честно такого нет и все эти средства на удивление вообще не пачкают волосы хотя по мне так должны это делать более того кстати производитель даже рекомендует вот этот бальзам как и шампунь в принципе то есть за одну помывку головы скажем так повторить несколько раз то есть вы нанесли бальзам подержали его немножечко смыли и потом нанесли еще раз то есть для улучшения воздействия скажем так для лучшего результата но я так не делала я просто голову шампунем и шампунь кстати очень мягкий при этом очень хорошо очищает кожу головы то есть и волосы в том числе и для меня это было вот прямо такое вот ну как открытие наверное потому что обычно шампуни которые хорошо очищают кожу головы они очищают ее до скрипа и слегка даже подсушивает волосы здесь такого нет не спутанные волосы нету такой знаете на кончиках прям мочалки которые не расчесать то есть шампунь мягко бережно но очень хорошо очищает кожу головы и волосы что насчет бальзама бальзам действительно хорошо напитывает хорошо увлажняет волосы и действительно волосы становятся как будто бы гуще после применения но не после первого применения я использую эти средства где-то чуть больше наверное трех недель и я практически все это время использовала только эти средства шампунь очень густой посмотрите просто мне вот одного нажатия хватит хватает для того чтобы промыть волосы я промываю только кожу головы вся остальная пена у меня уже идет на длину волос когда вот я смываю то есть они намыливают длину волос и бальзам у меня тут на самом деле осталось совсем чуть-чуть потому что его нужно наносить еще и на корни соответственно если у вас волосы длинные то бальзам очень расходный получается но он действительно делает волосы послушными более плотными это конечно может быть действительно визуальный эффект но он мне очень нравится волосы такие мягкие гладкие да я уже рассказывала о том что мои концы волос они жженые потому что я четыре раза осветляла волосы делала в дело потом еще кератиновое восстановление волос и после кератинового восстановления волос мои волосы как раз таки и стали как как пакля наверное можно так сказать вот и вот это вот мою поврежденную длину волос он действительно как-то усмиряет обычно после того как я помоя голову у меня вот здесь на концах прямо такие ну как колтуны и такие наверное мне очень сложно расчесать именно кончики волос с этим бальзамом такого нет он ну просто он действительно классный действительно их кажется больше то есть вот видите да вот прям такая такой хвост грива у меня прямо да а по факту его не так уж и много но визуально делает вот такие какие-то рассыпчатые волосы если у вас волосы от природы тонкие сами по себе именно от природы вас всю жизнь были тонкие волосы то эти средства на вас работать не будут вообще никак они просто утяжелят вам волосы и они действительно немного утяжеляют волосы не пачкают а именно утяжеляют и на этом все эффекта вы не увидите вообще никакого то есть это именно для тех девушек которые когда-то может быть испортили свои волосы или после рождения детей когда качество волос портится когда они начинают выпадать вот это именно для этого то есть я потому что читала очень много отзывов о том что начали пользоваться не увидели никакого эффекта но когда волос от природы вот их столько то больше их не станет чтобы вы не делали я еще раз это повторюсь поэтому если у вас все хорошо с волосами они у вас замечательные классные но мы всегда хотим конечно же погуще но погуще к сожалению ни одно средство нам но наверное я так думаю я по крайней мере такого не встречала средства которое сделает их еще гуще чем они есть от рождения скажем так шампунем и бальзамом я полностью довольно и шампунь и бальзам делают волосы именно плотными их более сильными и как я по отзывам поняла они не работают отдельно то есть нужно покупать именно шампунь и бальзам и тогда вы увидите эффект восстанавливают ли волосы до волосы не ломаются у меня сейчас они не ломаются вообще и это круто но у меня не перестали ломаться еще с использованием таких средств как ля бест и тик я вам показывала их и орофлюида вот это масло она мне очень сильно нравится и с ними у меня уже они перестали сильно ломаться добавились вот эти средства и теперь я забыла что такое ломкость волос очень много также я находила отзыв о том что с этим шампунем и бальзам у людей пропадает перхоть не знаю насколько это правда я перхотью не страдаю моя мама тоже и насчет этого ничего не могу сказать но никакого зуда мои мамы например не вызвали эти средства но и какого-то сильного эффекта моя мама тоже не заметила потому что у него волосы от природы тонкие больше они не стали естественно ну и теперь я поговорю наверное самым интересным это сыворотка которая предназначена для стонченных и редеющих волос но это уже несколько другое средство это средство которое предназначено для усиления роста спящих фолликул то есть не роста длины не роста тех волос которые у вас уже есть он пробуждает именно спящие волоски как я вообще начиталась про вообще вот эти спящие волоски и так далее что наш волос да вот он растет 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 потом он выпадает и вот эта волосяная фолликула она вспадает спячку примерно на три месяца и потом начинает расти заново так вот бывают какие-то из ситуации стресса и так далее и какие-то внешние факторы может быть внутренние и многое что что этот волосяной фолликул получается засыпает больше чем на три месяца и из-за этого получается что мы теряем густоту волос да то есть со временем волосы становятся все тоньше и тоньше вот такую историю наверное можно проследить после рождения после родов да когда очень многие девушки говорят что у них там стали волосы не такие густые как были так вот наверное это и есть эта история я не знаю если вы знаете обязательно поправьте меня то средство предназначено для того чтобы стимулировать спящие фолликулы я даже выписала здесь активные компоненты это стимоксидин пятипроцентный этот вещество предназначено для предотвращения я вот подчеркиваю предотвращение облысения у мужчин и женщин то есть это вещество применяют когда начинается вот выпадение или облысение да у мужчин или у женщин в различных из-за различных факторов и второе действующее вещество это resveratrol наверное я правильно называю это вообще вещество насколько я поняла которая ну вот в косметике в косметике его синтезирует из различных растений также вроде я где-то прочитала что из винограда и фрукта и каких-то других это вещество стимулирует естественную защиту кожи способствует восстановлению зрелой кожи а также усиливает регенерацию то есть в данном случае как пишет производитель вот это второе вещество resveratrol извиняюсь оно предназначено для усиления стимоксидина то есть для усиления вещества которые пробуждают спящие фолликулы как-то так и когда я читала на эту сыворотку отзывы я видела разные отзывы кто-то через два месяца кто-то даже через две недели кто-то через неделю уже начинает видеть результат вообще-то сыворотка это чисто воды чистая вода она по виду по ощущениям как водичка имеет такой аромат вообще вся эта линейками такой ментолово-лимонный какой-то аромат неплохо так слегка охлаждает кожу головы и вот эту сыворотку рекомендуют наносить делаем 4 пробора по 5 нажатий на каждый пробор но я такого не делаю честно я после того как помыла шампунем и бальзамом я делаю такие небольшие проборы и просто по чуть-чуть пшик на каждый пробор и потом растираю пальцами делаю такой легкий массаж кожи головы то есть полностью да и ну примерно наверное нажатий 20 у меня есть расходуется на самом деле не так уж и быстро это средство с учетом того что я его вот как купила так я его пользую до через три недели вот сколько всего я использовала то есть хватит его ну мне кажется на долго месяца на два как минимум если не больше у него такой очень хороший распределитель то есть видите очень мелкий где-то в комментариях я видела что девушка написала что пахнет спиртом но мне спиртом вообще не отдает возможно здесь содержится спирт потому что он достаточно быстро высыхает но волосы высыхают чуть медленнее чем обычно это сыворотка вообще не пачкает волосы то есть нет такого что вы знаете с утра помыли к вечеру у вас как колом стоят волосы такого нет как будто бы вы вообще не наносили ничего на кожу головы я использовала много подобных средств и точно могу сказать что это средство никак не пачкает волосы и какое оно дает действие а действие что действительно начинает расти маленький такой как подшерсток наверное но я так понимаю что именно в тех местах где он должен начать расти у меня это касается вот этой вот височной зоны и здесь у меня достаточно такие тонкие волосы вот как раз таки после беременности и родов они у меня стали такие то здесь волосики у меня очень тоненькие и вот в этой части они меня очень часто обламываются вот видите то есть это не новые волосы выросли то есть у меня же не было здесь залысина да это обломанные волосы которые очень часто обламываются когда я начала применять вот эти средства они у меня начали отрастать как вы видите они становятся все длиннее и длиннее и меня это не может не радовать и также я заметила что у меня вдоль проборов вот здесь вот в височных зонах появился подшерсток реально девочки появился вот такие маленькие волосочки ну что даже не будет видно вот они малюсенькие малюсенькие то есть не по не по лицу на который вот многих же обламываются вот здесь вот волосики вот здесь вот сзади тоже но у меня всю жизнь вот был такой пушок вокруг лица поэтому на это я обычно не обращаю внимание но то что среди проборов появилась вот такие маленькие вот они маленькие маленькие волосочки вот здесь вот здесь я не сразу обратила на это внимание просто когда стала делать но я обычно хожу с хвостом я уже об этом говорила потому что я такой пушистик на ветру и когда я стала делать хвост я стала обращать внимание что вот здесь вот у меня как-то больше реально волос стало то есть они более объемные стали в этой области у корней во первых они стали более плотные на висках и появился подшерсток реально появился подшерсток я буду покупать еще это средство это сто процентов я буду им пользоваться пока наверное не установлю все свои волосы потому что мне очень нравится эффект и как вы видите то есть сам у даже хвост у меня стал намного объемнее он уже не висит такими с сосульками как обычно это было раньше достаточно объемный прямо как будто у меня такая грива хотя по факту честно это не так но они видите намного объемнее стали и не это очень сильно нравится но также в этот период когда я вот использовалась эти средства я не могу вам не рассказать о том что я принимала витамины и я принимала пивные дрожжи от марки солгар которые я приобрела на сайте айхерп я ссылку на них тоже оставлю и я думаю что все в комплексе дало мне такой результат это мое личное мнение конечно я не надо может быть только сыворотка но мне кажется прием витамин тоже дал очень хороший результат он пивные дрожжи это вообще натуральные витамины получается то есть если вы не любите вот эту химию до какую-то и тому подобное то мне кажется пивные дрожжи это самое но я про них читала что их также называют как поливитаминами потому что они пивные дрожжи содержат многие витамины группа b также содержит фолиевую кислоту содержит витамин d витамин е марганец калий цинк магний и много еще какие витамины содержит пивные дрожжи поэтому в принципе для здоровья это очень полезно же пивные дрожжи вот сколько я про них читала отзывы они очищают кожу но я не знаю у меня в последнее время вообще в принципе мало высыпания не меня бывают только в такие наши женские периоды да они меня до сих пор то есть возникают в общем и целом может быть это еще и уход на коже стало меньше высыпаний может быть это в том числе и прием витаминов не знаю проще насчет кожи сказать не могу также крепляет ногти волос хорошо действует на кишечник даже где-то я читала что стабилизирует функции нервной системы то есть там улучшают сон и тому подобное употребляют иммунную систему очень хорошо вот пивные дрожжи я много где читала влияют на кишечник именно на функции кишечники на пищеварение и так далее в общем в принципе штучка неплохая но есть одно маленькое но где-то я прочитала про пивные дрожжи что они усиливают аппетит что пивные дрожжи и издревле давали пить тему кто имела излишнюю худобу как бы знаем что в деревнях худая считалась больная поэтому как раз таки и таким девушкам давали пить пивные дрожжи я не знаю я не заметила увеличение аппетита может быть потому что марки солгар они как-то по-особому обработанные вообще я кстати отзывы тоже читала на пивные дрожжи что ну нигде не встретила что он усиливает аппетит мне кажется даже наоборот вот я принимаю их по две таблетки честно признаюсь два раза в день они три как на как рекомендует производитель потому что третий раз я обычно просто забываю их выпить но вот даже как бы после и я принимаю их после еды то есть например я поела вечером приняла и мне даже как бы наоборот такой появляется еще больше чувства сытости чем если я не принимаю их но я не знаю я вообще не знаю влияет ли как-то витамины на вес мне многие девочки писали об этом но я честно скажу что первый раз слышу о том что витамины как-то влияют на вес я вот сколько уже принимаю витамины я не за лет 7 наверное это точно я на постоянной основе это витамины для беременных то витамины для кормящих то просто какие-то витамины чтобы восстановить организм после беременности родов на то для волос то не за рыбий жир то еще что то я постоянно принимаю какие-то витамины и при этом я за этот период еще и похудела поэтому не знаю если я вот просто так думала тоже поставок мне девочки об этом написали думаю может быть просто какие-то конкретные витамины может быть какие-то не за слишком химозные витамины или что-нибудь в этом духе может быть вам какие-то более натуральные вот на херби я как-то когда рылась там видела витамины которые вообще из овощей там как-то сделаны то есть они не химические на вот эти вот добавки а именно какие-то там из овощей фруктов и так далее так что не знаю может быть какие-то конкретные не подходит но я об этом первый раз слышу и на себе я такого ни разу не использовала но вот в описании пивных дрожжей не конкретно этика в общем я читала про них да было указано что повышает аппетит поэтому здесь с этим смотрите на себе я такого не заметила но в общем и целом то что начали расти маленькие волоски причем они начали рано расти даже не вот здесь вот у меня нету новых волосков вот сколько я там не смотрела не просматривалась вот в этой части мне не появилось новые волоски но они меня еще появились на затылке и вот очень заметно они появились у меня вы даже мне кажется видно вот я сижу и вот такие вот у меня просто какие-то маленькие антенки появляются и это всего лишь за три недели мне кажется это класс так что девочки если кто-то из вас восстанавливает волосы если кто-то из вас не сталкивался с потерей густоты и и истончением волос но истончением наверное больше девушки которые красятся в блоге мне кажется это у них основная такая проблема то я вам очень рекомендую эти средства тем более но сайт фарма косметика всегда можно дождаться каких-то скидок у них постоянно не есть какие-то акции тому подобное и заказать себе да но имейте ввиду что вот этот бальзам очень быстро заканчивается так что вот такой вот у меня был отзыв я очень довольна всем что я вам сейчас показала и я надеюсь что мой отзыв был полезен для вас он был интересен вам внизу в инфобоксе не забывайте что я оставила все ссылки на все продукты которые я показала также не забывайте подписываться на мой канал нажимайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео всех люблю целую и до новых встреч